Давай, включайся! Эй, работай! Всем привет! У нас интересный сегодня контент на нашем канале необычный. Решили сделать небольшую дегустацию консервов из всеми как бы любимого магазина фикс прайс. Консервы будут сегодня присутствовать все по одной цене, по цене самой дешевой в этой категории, которая там присутствует в магазине. Все консервы будут по 27 рублей 50 копеек. Достаточно большое количество, вот они все передо мной. Будем пробовать, оценивать, съедобно ли это или несъедобно в данной ситуации, как можно это покупать. Нет, стоит оно того денег или не стоит. Мы позвали со всей окрестности нашего села котиков. Они собрались голодные, мы их не кормили целый день, так что мы рассчитываем на тот результат, что они оценят эту продукцию фикс прайса. Это будут пробовать кошки и самая главная оценка, что если мы это съедим, а кошки нет, это будет очень смешно, будет большой фейл. Приступим к вскрытию банок наших и начнем с овощей. У нас три вида овощей сегодня таких консервированных. Это фасоль красная, это зеленый горошек и кукуруза консервированная. Все одинаковое, срок годности естественно позволяет это все пробовать. Начнем с фасольки. Открывашкой отечественной пользуемся. Она не очень хорошая. Ну это не важно, главное скрыть банку, можно и ножом. Много жидкости присутствует в этом в этой консервной банке. Будем сейчас сливать, пробовать что у нас получилось. Не зря они пишут 310. Это не это. Вот я почти все вылил жидкость. Ну достаточно много. Три четвертые части получается фасоли здесь. Пересыпаем. Достаточно структурированная. Запах обалденный. Смотрите как вот она выглядит. В принципе есть какие-то вот повреждения, но это нормальное явление как бы. В принципе весь основной продукт, больше его части, но нормальные формы. Достаточно красивая. Будем пробовать что из себя представляет продукт. Хорошая, мягкая, отварная фасоль. Вкусная. В категории 10 баллов. Пять баллов будет сегодня у нас в принципе есть. Позволите оценивать. По десятибалльной 8, по пятибалльной 4. Вкусная фасоль. Единственное, воды много. Одну треть, одну четвертую банки она занимает. Одну четвертую. Вот. Но это нормально. В принципе она для хранения так и нужна. Вкусная фасоль. Советую покупать. Не тратить деньги там до 100 рублей покупать какие-нибудь более дорогие бренды. Прекрасный результат. Я не могу ничего сказать плохого. Приступаем к следующему нашему такому же продукту. Кукуруза консервированная. Также масса нет. 310 грамм. 155 готового продукта. Уже именно кукуруза. Наши зерен. Фирма та же самая. Наша отечественная. Это смоленская. Не помню. Соленье варенье называется. Скрываем. Сдутий нет никаких. Обычный цвет воды в кукурузе. Такой мутноватый. Это все присутствует. Но думаю количество воды такое же. Мы вот сливаем. Ну в принципе достаточно. Воды такое же количество. Как вы видите 3,4 занимает готовый продукт. Запах кукурузы. В принципе очень съедобный. Кому нравится кукуруза. Это все приятно. Достаточно большое количество. Цвет приятный. Кукуруза вся почти одна к одной. Какие-то промельковые тут различия. Но калибровка хорошая. Тоже видимо отечественная кукуруза. Приятно на запах. Пробуем что на вкус. Чуть похуже. Чем фасоль. Но вкус кукуруза присутствует. Она более разварилась здесь. Ее передержали немножко возможно. Ну нежная вкусная в салат пойдет. Какой-нибудь крабовый там или еще какой вы любите. Или еще что-то вы там делаете с кукурузой. С такой. Опять же по десятибалльной системе семерочку. По пятибалльной можно поставить треечку. Чуть похуже чем фасоль. Но также вкусная. И ее приятно будет купить за такую сумму. И куда-то использовать. Можно покупать смело. И также приступаем к нашему овощному такому же продукту. Все идентично. Вся та же фирма. Граммовка одинаковая. А кстати здесь громовка другая отличается. Здесь 155 было грамм. Здесь 186 грамм готового продукта. Масса горошка. И срок годности везде четыре года. Так что упаковка соответствует. Все в норме. Все открываем. Пробуем. Смотрим что у нас в этой баночке. Я сейчас пойду с другой открывашкой схожу. Я руку шерю. Она вообще как китайская корейская. Навальный наверное открывает это. Открывашка. В перми сейчас сидит. В принципе цвет приятный. Я знаю что многим водичка из-под горошка нравится. Не только из-под кукурузы тоже все пьют. Мы сейчас тоже это отопьем. Цвет мутненький. Как обычно у горошка присутствует. Как бы все обычная банка. Вот отольем. Попробуем немножко водички. Не знаю. Я в детстве в Советском Союзе всегда так делал. Всегда пил. Также смотрим. Вливаем нашу воду. Количество в принципе такое же. Три четвертые части. Может быть чуть побольше в этой баночке. Пробуем водичку. Что у нас получается? Аромат горошка. Стандартный. Ну скажу вам не очень. Вот этот вкус. Я и пробовал вкуснее. Да. Именно консервированная вода не очень вкусно. И вот пожалуй сдержусь от пробования дальнейшего. Запах горошка присутствует. Все вкусно. Сразу видно что тут горошек такой не очень-то приятный на вид. Смотрите тут присутствует и старый горошек. Украпление не зеленый. Достаточно много. Ну 1 3 части точно. Сейчас вот будем пробовать что у нас на вкус как он. Сухой. Ребята сухой. Горох не очень. Сухой горох. Не сочный. Салат не пойдет точно. Не. Это плохо. Мне не понравился. Вот он. Он как крахмал. Такой. Самая вот плохая там вещь из этих консервированных. Что у нас было фасоль, кукуруза и горох. По десятибалльной. Я не знаю. Трешку я поставлю. Я больше не поставлю даже. Три. Это очень плохо. Невкусно. А пятибалльная единица. Да. Это не ну. Это вот самый бюджетный вариант. Если вы покупаете. Если вы не можете себе позволить. Можно да. Добавить салат. Но если вы там его найдете в этом салате. Суховатость вот это. Ну не вкусный горох. Нет сочности. Много воды. Но нет сочности. Перезревший такой. Невкусный. Но при этом как бы съедобный. Если вы не знаю. Не знаю. Сутки я не буду есть. Я съем. Смолочу его вообще. И глазом не моргну. Так что это самый плохой вариант из этих консервов. Но съедобный опять же. Мы переходим к нашей тяжелой артиллерии. К мясной. В первую очередь потом у нас рыбные. Я должен это попробовать. Из мясного сегодня у нас будет паштет. Три вариации. У нас фирмы Руском. Два паштета и цыпленок будет. Паштет печеночный со сливочным маслом. По ГОСТу. Наверное это все российское. Все есть срок годности. Грамм 117. Все вскрываем. Пробуем что у нас получалось. Здесь открывашечка не понадобится. Ну вот здесь современная открывашка есть. В принципе цвет и запах доносится приятный. На цвет да. На структуру. Нежный. Хороший такой. Хороший. Как бы все приятно. Запах печеночный. Как по мне судить. Если есть слюноотделение какое-то. Я сейчас на данный момент не голодный. Но если от запаха есть слюноотделение или визуально. значит как бы организм реагирует положительно на это с первого взгляда. Вот мы попробуем что у нас на вкус. Естественно мы возьмем хлебушек. Вот один мне. Оператор со мной согласился тоже принять участие. Горбушечку ему дам. Будем пробовать. Ну что могу сказать. В принципе нормальный паштет. Вот реально нормальный паштет. Съедобный. Консервированный. Не приготовленный только что там как-то. У нас соль нормально. Не пересолен. Вообще ни капельки не пересолен. Она вкусная достаточно. По десятибалльной девять. Я бы съел такой реально. Четверочка по пятибалльной. Приятный паштет. Хороший. С черным хлебушком. Да? Согласен оператор? Согласен со мной. Руском паштет печеночный. Я советую его. Недалеко отходя от кассы у нас опять же паштет. Опять же вот такая же фирма. Руском. Паштет печеночный опять же. С беконом только. Масса уже тут стоточка. Сто грамм. Упаковка такая вот стандартная. ИРПшная. Как делают. Походная. Ее можно легко тоже ставить греть на керосинку или таганок и тому подобное. Мягкая упаковка. В принципе она пробиваемая. Но при этом легкая достаточно. Ее можно куда угодно положить. Она герметичная, вакуумная. Все хорошо держит. Вскрываем. Цвет совсем другой. Цвет более розовый. Нежный такой. Запах пока непонятный. Потому что может быть тот паштет перебивает. Да. Ой. Ой. Хороший. Такой. Беконовый. Свининой. Свининой пахнет. Такой вот копченый. Ну достаток. Какой колбасный. Вот такой вот. Мечинка. Вот этот запах такой. Вот эти ешки. Вот эти ешки копченые. Сюда прямом добавляют. Куда без них. Куда без них. Ну конечно. Е62. И тому подобное. О621. Ееее. Ну много ешек. В любом сейчас продукции много ешек. Ничего не хочу сказать плохого. Все пока замечательно. Опять сейчас вот пробуем. Как на вкус уже. Как рецепторы наши воспримут оператору. И я. И я тоже буду пробовать это. Намажу обильно. Чтобы чувствовать не хлеб, а наш паштет. Более. Он даже более нежный еще. Здесь вообще в принципе не чувствуется печень как в предыдущем. Паштете. Более такой свиной вкус. Такой копченый. Грудинка и еще там подобное. Такая. Ну вы знаете. Я не могу сказать опять что-то плохое. Реально приятный паштет. Опять же. Девятка. Ну вкусный. Мне нравится. Девятка по десятибалльной. Четверка по пятибалльной. Пятерку. Пятерку. Десятку ставить сложно. Потому что я еще пока здесь снимаю. Живой. Что будет последствия. Может я сейчас откинусь. Но покажу. Вот здесь. Оператор тоже со мной. Если видите это видео. Так что все хорошо. Прекрасные паштеты. Руском. Вам зачет большой. Смотрите. Мы вот скрыли тоже в компании Руском. Все цыпленок. Мясо цыпленка надо брать. Тут написано 240 грамм. В собственном соку. Ну как желе выглядит. Молим переваливаем. Что у нас тут есть. Такое желе. Тут присутствует морковка. Такая вот тушнина такая. На запах. Запах мне не очень нравится. Какой-то старой курицы. Запах. Не очень. О, ребята. Это вообще. Оператор попробуй. О, вообще. Ну, нет. Куча жира прям. Не. Не. Не вкусно, ребята. Даже за 27. Я не съем походе это. Или где-то еще. Может ее на взрыв этом виде вкуснее. Но я не съем ее. Это невкусно. До свидания. Ну вот, ребята. Мы перешли к морепродуктам. У нас морепродукты. Мясо закончилось. У нас сеть атлантическая натуральная с добавлением масла. Фирма Рыб Промпродукт. Ох, как оно течет. Уже вытекло тут. Масса 230 грамм. Тоже отечественное по ходу дела. Все тут разлилось. Запах. Ну, такой селедочный. Вот сейчас мы все откроем. Ну, жидкость присутствует, естественно. Такая. Запах. Ну, покупаем селедки. Хороший. Знаете. Такой прям вот. Не консервная. Как будто она вакуумная такая. Смотрим, переливаем. Жидкости достаточно много. Консистенция тут такая. В принципе, раздробленная. Смотрите, тут присутствует молоко. Видимо, куски цельные были когда-то. Чуть раздробилась. Жидкости много. Тут получается раз. Ну, максимум два кусочка в банке из 230 грамм. Запах такой приятный. Но такой, знаете, как будто она соленая, не консервированная. Вот как вы соленые из бочки купили. Такой запах. Кому как нравится. Такое. Как будто она что-то недоделанная. Ну, такое вот ощущение. На вкус такое не очень. Ну, оно такое нормальное, в принципе. Скажу вам о нам. Это как бы консервант селёдочного супа бульона. Вот её сварили. И вот в автоклаве просто вот сейчас закатали. Она вот такая варёная. Она... Ну, там натуральное масло написано, все дела. Её отварили, сбальшировали по клаве. Закатали. И она вот... Вкус такой вот у неё свежий. Молоко попробуем. Что она из себя представляет. Молоко безвкусная. Она никому не нравится. Не знаю. Кто любит, то нет. Я икру больше люблю. Вот. Ну, как бы... С голодухи я бы съел. Пятёрка по десятибалльной. Двушка. Не очень. Двушка по пятибалльной. Ну, я бы не стал вам советовать её брать. Так что переходим дальше. И смотрите. Мы сели попробовали. Переходим дальше. У нас килька. Килька. Черноморская раздела на томатом соусе. Пробуем кильку. Открываем. Запах приятный. Достаточно. Томатная. Тарелочку берём. Вываливаем. Она, видимо, целиковая тут. С кишочками. Со всеми делами. Ну, смотрите. Тут кисель, каша. Не очень мне, как бы, такое нравится. Прям в автоклаве её сильно запекли. Ну, запах приятный. Такой томатный. Килька в томате. Она мелкая. Прям с головами. Как там написано. Грамма я не помню. На вкус приятный. Как обычно. Горчица с головами. Очень мелкая. Анчоусы. Я в походе съел бы это. Может быть, там какие-то вкрапления присутствуют. Сейчас оператор попробует тоже. Приятное, вкусное. По десятибалльной семь. По пятибалльной три. Если что, кильчик можно взять. Она, как бы, всегда ностальгия какая-то к Советскому Союзу. Что-то нам подобное. Приятное. Горькое. Томатное. С головами. С кишочками. Мелкая кильчика. Такая вот. До 27 рублей. Приятно съесть. Так что, ну, можно брать. И у нас сейчас бычки. Обжаренные в томатном соусе. Но тут интересные есть. Тоже отечественные. Все. Двадцать четыре. Год хранения. Кстати, недолго. Там все куски написано. И тут я заметил интересную надпись. Бычки в обжаренном томатном соусе. И путасу. Бычки. Но тут путасу присутствует. Так что вскрываем. Пробуем, что у нас тут есть. Бычки. Это точно не путасу. Это какая-то добавка. Это рыба такая. Ох ты, какой цвет. Как будто говяжью какую-то эту открыли. Гуляш какой-то. На цвет прям гуляш. О, какой-то запах такой. Тусклый запах. Странный запах. Вываливаем. Смотрим, что у нас получилось тут. Запах странный. В принципе, тут четыре кусочка у нас наших бычков. Вот мы разломили. Тартаны. Тартаны, мне кажется. Такие тартаны. В жидкости много, но четыре кусочка. Ну, за 27 рублей, в принципе, нормально. Пробуем на вкус. Ну, так стрёмненько немножко. Где путасу я не вижу. Один из трёх или где-то ещё. Запах. Мне нравится запах горелой томатной пасты. Ну и по цвету она прям. Какой-то вобл, что ли. Я не понимаю. Старый вобл. Такой запах странный, да. консервированный. Такой очень горелый. Сухие ротаны какие-то. Не-не. Не моё. Надо отдельно положить и попробовать, как кошки отреагируют на это. Десять. Ноль. Пять. Ноль. Вообще не советую брать. Это... Это какая-то вообще муть. Ну, вот. Бычки нам не зашли. Ну, оператор сказал, что неплохо. Ну, как бы каждому человеку это нормально подходит. Я не люблю... Они слишком сладкие. Ну, как бы не моё. Любители. Купите. 27 рублей потратьте. Попробуйте. Ну, оцените там. В стенку потом выкиньте. Тут корюшка присутствует. Клёво. Фирма Клёво. Отечественная, естественная. Улица Карла Макса. Город Симферополь. Рыбные консервы. 24 месяца. Все дела. 230 грамм. Стандартный вариант. Пробуем. Открываем. Что у нас тут? Ну, нормальный вид. Томатный. Консервы. Такая плотненькая забивка. В принципе, томата присутствует. Вываливаем. Смотрим, что у нас находится в консервной банке. Она очень плотно набита. Вы знаете. Очень плотно. Это 200 грамм. Рыбы. Мне кажется, должно быть интересно. Ну, на вид, в принципе, как вот мы пробовали кику. То же самое. Такой паштетик. И они мелкие все. С головами, опять же. Вот смотрите. С кишочками, естественно. Они всегда так делают. Горчат немножко. Но это очень вкусно. Полезно. Много фосфора и все остальное. Томатный сок и соус присутствует. Но запах приятный. Не то, что как бычки. Бычки на запах горчилы и все остальное. Пробуем нашу корюшку. Ммм. Очень хороший. Хорош корюшка. Чувствуются головы, кишочки, горчит. Но это хорошо. Как бы консервы они рыбные такие. С хлебом попробуем. Запах приятный. Вот. Тут очень вкусно. Берем. Берем по любому. С хлебом черным заходит. Ну да. Корюшка. Она, как говорится, и на Сахалине корюшка. Так что. Девятка. Четверка. Десятка. По десятибалльной. По пятибалльной системе. Видите, берите. Очень вкусно. И пробуем шпроты. Мелкие с головой. Опять же. Прибалтийские. Все пишут прибалтийские. Смысл писать прибалтийские. Но они оттуда, в принципе. 150 грамм. Мелкие. Достаточно много масла. Мне нравится вид их. Они какие-то раздробленные. Запах. Колбасой пахнет какой-то. Латышская. Ну вкусно, в принципе. Не отращенно все дела. Рыба. Попробуем сейчас с хлебушком. Выберем тарелочку. Что у нас получилось. Отличное масло. Ну вот опять же. Опять же. Вот эта. Дробленность. Вот эта. Раздробленность. Разбитая. Рыба. Разбитая. Чуть-чуть в автоклаве не передержали. Ну конечно за 27 рублей. Как бы что вы желаете от рыбы. Сейчас пробуем с хлебушком. Я сейчас оператору тоже буду работать. Сейчас вот сделаю. У нас шпрот не откажется. Держи. Вот. Два кусочка. Ему. Две рыбки. И две мне. По-честному. Ну все по-честному с ним. Так что пробуем. Что у нас получилось. Запах прекрасный. На вкус. Да на вкус ху**. Нет. На вкус не вкусный. Вообще не вкусный. На нашем канале. Здесь будет ссылка в описании. Личные шпроты. Намного вкуснее. Бомбически. Полежали в холодильнике два месяца. Получились вкусные. Эти ужасные. Нет ребята. Фу. Ну я доем конечно это все. Но. Визуал не интересный. Содержание тоже бе. Я не знаю. Я не советую вам брать. С тухлицой какие-то прям. Видно. Прошливет конечно. Но. Единицы по десятибалльной. Единицы по пятибалльной. Я не советую вам брать такие шпроты. Нехорошие. Потратьте еще. Добавьте 50 рублей. Купите вкуснее намного. Это не то. Шпроты невкусные. И заключительный момент. В нашем видео. Ну почти заключительный. Потом пойдем кормить наших котиков. Любимых наших продукций. Вот. Аналог. Имитация икры. Зернистый красный. 113 грамм. Ну прям. Запах. Это пиздец. Какой-то запах. Где-то я вот. Недавно слышал. Химия какая-то. Вот прям. Вот. Вообще. От родителей. Нет. Вид красивый. Она вся прям. Вот такая. Вот. Зернистая. Прям. Прям. Один к одному. Все хорошо. Да? Ну запах прям. Вот. Какой-то кислый горечи. Прям. Блээээээ. Просто я вот. Недавно. Расшедрился. И купил икры. Нормальный. Настоящий. Как там написано. Вот. Она совсем другой запах. Имеет вид. И вот нету вот этого. Вот этого красивого. Вот этого момента. Когда она. Икринки. Нет. Перето такого не бывает. Подобия. Бывают. похожий ну вот это все имитация пробуем что у нас получилось но я честно вот самое это страшно это вот это пробовать с оператору чуть до корочки такой держи и себе самый маленький кусочек тоже навалю ну что пробуем что у нас получилось ребята ну это вкуснее чем бычки конечно но по мне но значит просроченный просроченный в детстве и и какие-то эти кириешки там еще подобные вот этого чего это ну единица это самое на худшее что было бычки вкуснее это единица десятибалльная единица по пятибалле вообще это не берите 27 рублей фикс прайс икра если только на украшение и все больше никуда советую это полная ерунда ребята ну вот у нас завершающий вердикт перед тем как мы пойдем кормить кошек ну я думаю это все понравится вы это сами все увидите самое плохое то что мы попробовали это шпроты говно икра говно реально ну и мне не понравились все бычки а еще к самой самое главное это цыпленок это полная шляпа не покупайте его цыпленка оператор съел бычков всех ему очень понравилось вся килька которая была быть у нас автомате она вкусная очень вкусная берите советую вам что там было сельдь ну не очень я не хотел бы брать и два паштета великолепные паштеты прекрасные один вот с говядиной с мозгами у нас очень вкусный то второй с беконом тоже вкусный из овощей горох самая вообще не вкусная сухая вообще весь кукуруза более-менее фасоль божественные прекрасная фасоль берите так что вы все видели нашем канале что получилось ребята смотрите мы испытание на наших котах бычков едят хорошо едят бычков как бы они не очень понравились но иди от смотрите как хорошо следующие это шпроты вот следующие шпроты шмот самые невкусные так что все съедобное все можно пробовать смотреть они едят все как бы не стесняется так но вот ребят смотрите здесь у нас цыпленок здесь у нас селедка здесь у нас какая-то килька тоже вот не знаю сейчас как кошки отреагируют на это я не очень не понравилось кошки едят смотрю им очень нравится цыпленок они прям такие все замерли в ожидании вкусно едят вот смотрите кошки почти все съели ну как бы для них это очень много они быстро наедаются вот икру вообще не съели я рекомендую вам брать икру потому что это вообще не съедобные даже кошки это не стали есть любые другие консервы в принципе съедобные кроме шпроты цыпленка так что спрайс нормальный принцип продукции покупайте если куда-то идете там поход лечи куда подобное не вопрос хорошая продукция можете еще написать комментариях мы для вас что-то еще подобное снимем купим консервы там подороже подешевле с вами прощаюсь увидимся на нашем канале с вами была банда кукс бразер хукс